Сенатор осудила планы Совета Европы мониторить соцсети на Украине. Сенатор от Крыма, член Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Ольга Кови Тиди в беседе с известиями назвала вмешательством англосаксов во внутреннее дело Украины планы Совета Европы мониторить соцсети во время президентских выборов на Украине. В начале января Совет Европы опубликовал соответствующий тендер с намерением найти специалистов для мониторинга. Как отмечается, такое беспристрастное наблюдение должно будет обеспечить честность электорального процесса на Украине. Кто придет первым, в незалежной началась предвыборная кампания конфликт в оппозиции может лишить юго-восток страны второго тура нарушением демократических принципов и прав человека является задуманной Советом Европы и США электоральный контроль и политическая цензура украинских соцсетей в период предстоящих президентских выборов на Украине. По ее словам, откровенное вмешательство англосаксов в вопрос идиюре суверенного государства Украина грубо противоречит основным принципам прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в статьях 31 и 32 Конституции Украины. В соответствии с этими нормами, каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и иной корреспонденции, добавила сенатор. Предоставление США и западным службам права самостоятельно выявлять в украинских соцсетях фейковые аккаунты и блокировать их грубо противоречит международному и национальному праву, подчеркнула парламентарий. Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь. Сбор хранения, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия не допускается, согласно СТ. Восемь конвенций о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, заключила COVID-19. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года. Сык страны официально объявит результаты голосования до 1 мая. Инаугурация новоизбранного главы государства состоится до 31 мая. Всего на высший государственный пост претендуют более 30 человек. 3 января стало известно, что из государственного бюджета Украины на проведение выборов президента страны будет выделено более 2,4 миллиарда гривен, 82,6 миллиона долларов.